Зачем нам в онлайн-курсе нужна презентация автора и почему мы говорим об этом на этапе препродакшена? Ну, все просто. Лектору презентация нужна для рассказа. Она содержит опорные тезисы, подсказки, в ней заложена какая-то структура изложения материала, и он на нее ориентируется, собственно, излагая лекцию, записывая ролик. В команде производства презентация нужна для монтажа. При этом неважно, как выглядит ваш результат, неважно, как выглядят ролики в вашем курсе, все равно так или иначе их основой служит авторская презентация. Ну, вот несколько примеров. Скажем, ваш ролик выглядит так. То есть вы просто синхронизируете речь лектора с презентацией, которая выведена на экран. В этом случае презентация напрямую попадает в ваш готовый ролик. Или, скажем, вот так. Вы прямо в кадр помещаете какой-то монитор, или вы выводите через проектор презентацию лектора, и она, опять-таки, напрямую попадает в готовый ролик. Есть вот такой вариант, когда вы снимаете лектора на хромакее, и вместо фона затем подкладываете его, опять-таки, в готовую презентацию под монтаж. Или, как в роликах лекториума, вы выводите рядом с лектором анимированную презентацию. Ну, как видите, так или иначе, основой ролика служит презентация автора. Как же сделать такую идеальную презентацию под монтаж? Все очень просто. Принципов очень мало, и они довольно простые. Первый из них — один слайд, один экран. То есть на одном слайде вашей презентации помещается ровно столько информации, сколько может поместиться в кадре ролика при размещении ее рядом с автором или на весь экран. Когда слайд перегружен информацией, то продюсеру и монтажеру самостоятельно приходится дробить ее на блоке. А значит, может увеличиться время на согласование роликов с автором. Если же презентация напрямую попадает в ваш ролик, скажем, как в случае при съемках с плазмой в кадре, то прямо в процессе съемок вам придется дробить презентацию на какие-то более короткие слайды, просто для того, чтобы текст в слайдах не был слишком мелким для видеоролика. Следующий принцип — это соответствие содержанию лекции. Как вам не хочется в короткий ролик запихнуть как можно больше информации, не стоит помещать в презентацию больше, чем лектор раскрывает в ролике. Она должна подкреплять речь лектора, а не детализировать содержание речи. Следующий принцип — это баланс текста и графики. Ну, ясно, что в каких-то темах этот принцип проще соблюсти, в каких-то сложнее. Но так или иначе старайтесь разнообразить способ подачи материала в вашей презентации. И последнее — каждый слайд должен иметь четкую структуру. Ну, то есть заголовок и какие-то информационные блоки или картинки. Должно быть понятно, в каком порядке что должно появляться и в каком порядке что нужно читать. Заголовки нужны для того, чтобы ролик был структурирован, разбит на подтемы. И это очень важно, чтобы в любой момент в видео зритель понимал, о чем, собственно, сейчас идет речь. Ну, вот представьте, например, студент смотрит ваш ролик, и в самый интересный момент ему очень захотелось чаю. Он встает, уходит, садится обратно за свой монитор и включает ролик дальше. И ему требуется несколько секунд для того, чтобы въехать, собственно, на чем он остановился. Если у вас в ролике висит заголовок, который показывает, о чем прямо сейчас идет речь в лекции, то это сделать студенту намного проще. То же самое касается форматирования текста. Лучше избегать длинных предложений, длинных текстов, делать их более тезисными, превращать текст в схемы, маркированные, нумерованные списки. Здорово, когда текст презентации похож на такой хороший конспект студента-отличника. Это все понятно, структурировано. Наверное, вы уловили некоторые противоречия. Автору нужна для рассказа одна презентация, а команде производства совсем другая, для монтажа. На самом деле, если презентация не напрямую попадает в ваш ролик, а проходит какую-то промежуточную обработку, то автор может в одной презентации совместить эти две функции. Скажем, добавив в презентацию под монтаж какие-то дополнительные слайды или какой-то дополнительный текст, например, другим цветом, который необходим ему для связанного изложения материала. И вот если эта презентация составлена правильно, то собрать после съемок рыбу и смонтировать ролик значительно проще. А главное, это не потребует непосредственного участия в монтаже автора. Он сможет посмотреть уже готовый результат. Продолжение следует...